Первое послание к Тимофею, святого апостола Павла Верно и всякого принятия достойно Слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня. Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Вы же, когда приближишься во Иерихон, слепец некий, сидяша при пути прося, слышав же народ мимоходящ, вопрошаше, что бы есть сие? Поведаше же ему, як у Иисус на заре нин мимоходит. И возопи глаголе, Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня. И предыдущий прищаху ему, да умолчит. Он же паче множие вопияше, сыне Давидов, помилуй меня. Став же Иисус, повелев привести его к себе. Приближуся же ему, к нему вопроси его, глаголе, что хочешь, да ти сотворю. Он же рече, Господи, да прозрю. Иисус же рече ему, прозри, вера твоя спасетя. Ябе прозре, ибо след Его едяше славя Бога, и все люди, видевше, воздаше хвалу Богови. Многие по глупости своей говорят, мы так же видели Господа Иисуса Христа, как и апостолы. Между тем, как они состоят в самобольщении и прелести, и очей не имеют, чтобы видеть Господа, как видели Его апостолы. Апостол Павел видел Господа, как видели Его апостолы, которые были с Ним, и которые уверовали в Него в то время, когда Он ходил по земле, будучи окружен толпами, смотревшими на Него, как на человека. Когда кровоточивая, увидев Его очами сердце, уверовала, что Он есть Бог, и с верою прикоснулась к краю одежды Его, тотчас избавилась от болезни. Он спросил, кто прикоснулся ко Мне, не потому что не знал, но потому что хотел обнаружить веру Ее. Хотя апостол Петр говорил, народ угнетает Тебя, и Ты говоришь, кто прикоснулся ко Мне, но та сама открылась и исповедала, как исцелела. Тогда Господь сказал ей, иди, вера Твоя спаси Тя. Видели Господа и Пилат, и Анна, и Каиафа, но, как и прочая толпа, которая смотрела на Него без веры, а не как смотрели на Него апостолы, почему никакой не получили пользы от того, что видели Его? Но апостол Павел видел Его очами сердце своего и своей сильнейшей веры, как видела Его кровоточивая, коснувшаяся Его с верою и исцелевшая. Когда пристает в человеке царство греха, тогда является в душе Бог и очищает ее вместе с телом. Если же царство греха живет в теле, то не может человек видеть Бога, ибо душа его находится в теле, и не имеет места в ней свет, который есть в видении Бога. Давид говорит, «Во свете Твоем узрим свет». Что же это за свет, в котором видит человек свет? Это тот свет, о коем упоминает Господь наш Иисус Христос в Евангелии, то есть чтобы весь человек был светел, и не было в нем ни одной части темной. Господь также сказал, «Никто же знает Отца, Токму, Сын, и Ему же ащеволит Сын открытий. Сын же не открывает Отца Своего Сынам тьмы, но тем, кои пребывают во свете и суть Сыны света, коих очи сердечные просветил Он познанием заповедей». Пишется в Салме, «Пройду в место селения дивно, даже до Дому Божия». Это «Пройду» означает дальнейшее прохождение и показывает нам на совершенный возраст души, ибо тут она уже приблизилась к Богу, тогда как прежде путь ее был еще очень отдален от Бога. Не будем дивиться, что путь наш очень отдален, потому что мы еще находимся в духовном детстве. Видим, что и великому оному пророку Ильи было сказано, «Встань, ешь, пей и укрепись, ибо долг еще путь твой». А он шел к Боговидению. Об этой же самой долготе сказал и Давид, «Кто даст миг реле, як у голубини, и по лещу, и по чью? Почему должен путь сей проходить не с небрежением, расслаблением и леностью, но со вниманием и рвением?» Учитель Вселенной Павел советует нам «Так утиците, да постигните!» И говорит при том «Умерщляю тело мое и порабощаю». «Течем, уба пока имеем время в этом теле, да достигнем совершенства, как достиг его сам святой апостол Павел, который говорит, подвигом добрым подвизахся, течения с кончах, веру соблюдох, прочее соблюдается мне венец правды». Как тело, пока в нем бывает душа, проходит три возраста, именно юность, мужество и старость, так три же возраста проходит и душа, сокрытая в теле, именно начало веры, преуспеяние в ней и совершенство. В первом, когда начинает душа веровать, она рождается во Христе, как говорится в Евангелии. Святый Иоанн Апостол дал нам признаки этого наврождения, равно как среднего состояния и совершенства, когда сказал «Писал я к вам юнши, писал к вам дети, писал к вам отцы». Так писал не к плотским своим друзьям, но к верующим, изображая три состояния, которые проходят стремящиеся духовную область, чтобы достигнуть совершенства и удостоиться полной благодати. Возлюбивший жизнь духовную, должен подражать чистоте и воздержанности Иосифа, должен начать упорядочивать себя созерцанием и вооружаться против всех худых похотей, сильных поддержкой хитрого врага, говоря о нем словами Иова, «Се оба крепости его на чреслях его, сила же его на пупе чрева». Почему всякой подвязающейся и вооружающейся против всех плотских похотей, кои обычно возбуждаются излишней пищей и питьем, должен припаяться чресла своей строгим воздержанием, чтобы устоять в чистоте? Пишется, что ангел, боровший с Исааковым, сжал крепко жилу стегна его, отчего увяло и ослабло плоть его, и он назван Израилем, то есть видящим Бога. Равным образом и нам надобно увядшим сделать тело свое для того, чтобы умертвить и погасить похоть. Ибо увядание плоти дает нам возможность дойти до совершенства в добродетели чистоты. Душа бывает крепка, когда тело измождено. Итак, утоншим тела свои, чтобы иметь силу держать себя в порядке, ибо если мы поработим тело и отдадим его в рабство души, то плотские помышления, любовь, которым есть вражда Богу, умерщвлены будут через умерщвление плоти. Тогда просветится душа и сделается храмом Богу. Кто старается быть чистым во всех членах своих, тот истинно духовный подвижник. И он-то есть, обучивший все чувства свои и не позволяющий им властвовать над собою, но сдерживающий их и подклоняющий подык Господне великой чистотою. Он не позволяет очам своим видеть, что-либо худое, или взирать с вожделением на жен, не позволяет ушам своим слушать пересуды или дьявольские советы и влагаемые дьяволом помыслы. На уста свои налагает печать и языку своему не дает воле говорить пустые речи. Руки свои простирает он к деланию прекрасных дел милосердия и вспомоществования. Ноги его скоры на исполнение слов Господа, а еще кто тебя поймет по силе поприще иди, но иди с ним два. Чрево свое и перси держит он так, чтобы из-за них не пасть и не начать ползать по земле подобно змию, ползающему на чреве и персях своих. Таков, братья, образ жизни подвижника. Всякий, желающий быть истинно духовным подвижником, должен стараться держать себя вдали от шумного многолюдства и не приближаться к нему, чтобы быть и телом, и сердцем, и умом вне смятения и круговоращения людского. Ибо где люди, там и смятение. Господь наш показал нам образец удаления от людей и уединения, когда один особо восходил на гору для молитвы. В пустыне также победил он и дьявола, дерзнувшего вступить с ним в борьбу. Конечно, он не был бессилен победить его и среди многолюдства, но он сделал так, чтобы научить нас, что в уединении и безмолвии удобнее можем мы победить врага и достигнуть совершенства. Также славы своей Господь не показал ученикам своим среди людей, но возвел на гору и там показал им славу свою. Иоанн Предтеча также был в пустыне до дня явления своего Израилю. В мире врагу удобнее теснить нас своими орудиями и внешними, и внутренними. Там, привлекая к себе некоторых людей как пособников и подручников ему послушных, он при посредстве их ведет брань против верных. Какая-нибудь женщина бесстыжая бывает у него очень сильным оружием, широко распростирая обольстительные сети свои. Иезекииль, когда видел четырех животных, которые имели по четыре лица и все показывали славу Божию, не был в городе или селении, но вне, на поле. Ибо Бог говорил ему, «Изыди на поле и увидишь славу мою». И вообще, такого рода видения и откровения не иначе показываемы были святым, как на горах и в пустынях. Пророк Иеремия также, зная, как угодно Богу уединения, сказал, «Благо есть мужу, когда возьмет Ерем в юности своей, сядет наедине и умолкнет». Он же опять, хорошо зная, как много вреда человеческие молвы приносят тем, кои хотят угодить Богу, не удержался, чтобы не сказать, «Кто даст мне в пустыне виталище последнее? И оставлю люди мое и отыду от них». Также Илья, пророк, сподобился получить пищу от ангелов, а это было не среди толпы народной, не в городе или в селе, а в пустыне. Все сие и подобное, бывшее со святыми, написано для убеждения нас подражать тем, кои любили уединение, потому что оно и нас может привести ко Господу. Почему стараетесь утвердиться в нем, как должно, чтобы оно привело вас к видению Бога, которое есть самое духовное созерцание? Хочу сказать вам и то, чему подобна душа, в которую вселился огонь Божий, подобна двукрылой птице, горе возносящейся по небесному воздуху. Из всех тварей только птицам свойственны крылья, как их собственность. Крылья же души, Богу повинующейся, суть устремления огня Божия, коими она может воспарять горе к небу. Если же она лишится сих крыльев, то не в силах будет возвышаться горе, как непричастная того огня горе возносящего, и станет подобно птице, лишенной своих крыльев, которая потому летать не может. Сверх того, душа человека похожа на птицу еще в том отношении, что теплота есть причина рождения птицы на свет. Ибо если птица не будет нагревать, насиживать яиц, то из них не выведутся живые птенцы, потому что они не могут иначе возбудиться к жизни, как посредством теплоты. Так и Бог, объемлей согревая души ему покорные, возбуждает их к жизни духовной. Уразумевши таким образом, что душа к Богу прилепившаяся и ему покорная подобно птице, кое источник существования есть теплота, никак не допускайте себя лишиться силы огня сего. Знайте, что за этот огонь от Бога вам даруемы, уготованы вам от дьявола многие брани, чтобы вас лишить его, ибо он хорошо знает, что пока есть в вас огонь сей, он одолеть вас никак не может. Противьтесь дьяволу и старайтесь распознавать его козни. Он горечь свою обычно скрывает под видом сласти, чтобы не быть открытому, и устраивает разные призрачности, красные на вид, которые, однако же, на деле совсем не то суть. Чтобы обольстить сердца наши хитрым подражаниям истине, которая достойно привлекательна. К этому направлено все его искусство, чтобы всеми силами противиться всякой душе, добре работающей Богу. Многие и разные влагает он страсти в душу для погашения в ней божественного огня, в котором вся сила, особенно же, берет покоем тело и тем, что с этим соединено. Когда же увидит, наконец, что всего подобного остерегаются и ничего не принимают от него, и никакой не подают надежды, чтобы когда-нибудь послушали его, отступает от них со стыдом. Тогда вселяется в них дух Божий. Когда же вселится в них дух Божий, то дает им покойными быть, или покой вкушать во всех делах их, и сладкими соделывает для них несение иго Божия, как написано в Евангелии, обрящите покой душам вашему, хотя они взяли и несут иго его на себе. Тогда становятся они неутомимыми, как в опытах добродетели, так и в исполнении послушания и в ночных бдениях. Не гневаются при человеческих напрасленных и не боятся никого, ни человека, ни зверя, ни духа, потому что радость Господня с ними пребывает день и ночь, оживляет их разум и питает их. Этой радостью возрастает душа и является годной на все, или совершенной, и ею восходит на небо. живы в помощи вышняго в крови Бога небесного во дворица речет Господи Ви заступник мой и си прибежище мое Бог мой и уповая на него. Я коту избавят сети ловчей и от слави семя тежно плечма своем осенит тебя и под крыле его надеяшися оружием обытит тебя истинно его не убоишися от страха ночного от стрелы летящие во дни от вещи во тьме приходящие от зрящей беса полуден ногу подет от страны твоя ты сещает молодесную тебе к тебе же не приближится оба чай от чима твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши яко ты господи упование мое вышнего положилось и прибежище твоим не придет к тебе зло и рано не приближится телеси твоему яко ангелам своим заповести тебе сохраните тебя во всех путях твоих на руках вознут тяда никогда преткнешь оками ногу твою на спиды василиска наступишь и поперешь льва и змея яко намел пава и избавлю и покрыю и яко позна имя мое воззовет ко мне и услышу его с ним есть скорби изму его и прославлю его долго тою дни исполню его явлю ему спасение мое помилуй мя боже помилуй мя яко на теплого душа моя и на сень крылу твоею надеюсь одон лишь прийдет беззаконие воззову к Богу Вышнему Богу благодейшему мне посла с небесей спасение дадив поношение попирающее имя посла Бог милость свою и истину свою избави душу мою от среды скин поспак смущен сынови человечести зубы их оружие и стрелы язык их меч остр вознесись на небеса Божий и по всей земле слава Твоя сеть уготоваша ногам моим и сляко душу мою ископаша предлиценно им яму и в подошвню готово сердце мое Боже готово сердце мое воспою и пою во славе моей восстань слава моя восстань псалтирь и гусли восстану рано исповемся тебе в людях Господи и воспою тебе во языц яко возвеличися до небес милость твоя и даже до облак истина твоя вознесись на небеса Божий по всей земле слава твоя воздвиг охочи мои в горы отнюдь уже придет помощь моя помощь моя от Господа сотворшего неба и землю не дай во смятение ноги твоя ниже воздремлет храня тебя все не воздремлет ниже уснет храня Израиля Господь сохранит тебя Господь покров твой на руку десную твою во дни солнца не ожет тебе ниже луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твой господь 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 сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века и исхождение твое десной и исхождение твое и и призывание тебе небес как Бога от царь и глотов твое 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 Слава Богу! 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 Слава Богу!